Доброго времени суток дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас один грунт подъехал к нам тоже фирмы Барпима и у нас сейчас в гостях технолог, ну человек который немножко расскажет про этот грунт в целом. Что вы можете сказать по поводу допустим данной продукции к примеру. Коллеги доброго времени суток вам. Сегодня у нас эпоксидный заказали грунт. Грунт, отвердитель, родной растворитель. Эпоксидный грунт Барпима, где его преимущества? Преимущества, во-первых, он работает с отвердителем в пропорции 1 к 6 по весу. По объему мы с вами понимаем 1 к 4 значит он будет работать. Такой цвет какой-то интересный. Родной растворитель к нему. Вот этого литрового растворителя хватит, ну условно говоря, килограмм на 10 точно. Здесь у нас 900 грамм грунта. Это фасовка, да, я так понимаю? Такая фасовка. Почему в пластике? Для того чтобы, мы с вами живем в Украине, для того чтобы заработать или сэкономить тем самым заработать, мы все это из Испании получаем вот в таких ведрах. Это тара то, что приходит? 24 килограмма, да. И поэтому вот этот вот весь комплект стоит всего-навсего 400 гривен. Всего-навсего. Если бы это было в металле, то цена была бы 500-550. Скажите, тоже нет запаха, допустим, как в наполняющих грунтах? Просто интересно. Или вонючий он как бы? Спасибо, отличный вопрос. Запах нерезкий. И, скажем так, если есть у вас вентиляция, то вы даже во время нанесения не почувствуете, вообще не почувствуете, не услышите его запаха. Этим грунтом пользуются наши кораблестроители в Херсоне, в Николаеве, в Одессе. То есть водостойкость или антикоррозионная защита настолько мощна, что с 2007 года они работают и мы с ними, ну, условно говоря, спим спокойно. Спим спокойно. Наносится он классический пистолетом с дюзой 1.3, лучше, конечно, 1.4 миллиметра. Толщина слоя до 40 микронов. Скажите, а если, допустим, такой вариант, что, ну, добавить другой разбавитель, да, грубо говоря, на что он повлияет? Надо обязательно только тот, что положено, допустим. Ну, вдруг, условно говоря, такая ситуация, что, ну, нет растворителя, к примеру, или закончилось, а тут нужно, допустим, что-то прикрывать и как быть? Очень интересный вопрос. Значит, проверено, что если вы, ну, работаете, условно говоря, вот покупаете, как, допустим, кораблестроители вот такими упаковками по 24 килограмма, то, естественно, и растворитель там идет в большем, и они не рискуют, потому как, ну, это вода, это море, это соли, это ветра. В нашем же с вами случае, если это небольшие, небольшие прогалины там на металле, то, по большому счету, этот грунт сработает с любым эпоксидным, эпоксидным растворителем. С другой стороны, нежелательно, мы с вами знаем, наука, это химия, и химия не терпит, скажем, каких-то наших поправок, наших включений, поэтому вот этот комплект химиками в Испании разработан так, чтобы и вы получали хороший результат, и ваш клиент был доволен, ну, и, условно говоря, там, из-за того, что он расфасован вот таким, таким способом, мы с вами даже на одном комплекте те же 150 гривен можем заработать. Скажите, да, спасибо за ответ. Скажите, еще такой вопрос. Вот, допустим, распроитель, его же, получается, хватит не на одну такую, не на одну такую ведерко, к примеру, потому что я слышал от маляров, что надолго хватает там его разбавлять, сильно, ну, как бы сказать, правильно. Спасибо, хороший вопрос. Да, в ТДС, в технических характеристиках написано, растворителя до 20%, опять же, мы с вами это понимаем. Или смотреть по густоте, вот именно, как правильно. Да, по вязкости, и если тепло в малярке, больше 20, или даже, если кто-то красит в летних условиях, там, температура 30 и более у нас, то, понятно, растворителя уходит больше, потому что... Ну, понятно, да, да, да. Грунт густеет. Сейчас, если это 18-22 градуса у нас в малярке, то вы потом сможете проверить его до 10, ну, бывает даже 5% хватает с головой. То есть, еще раз, вот этого одного литра вам хватит на 10 килограмм грунта точно. Давайте посмотрим, спасибо, давайте посмотрим, какой цвет, и есть ли другие цвета, чтобы понимать, допустим. Спасибо. На самом деле, на самом деле есть... Цвет тоже играет большую роль, как бы, и людям, может быть, интересно будет увидеть, какой цвет имеет этот грунт, на самом деле. Ух ты, какой красивый. Ну, вы видите. Очень красивый, кстати. Какой цвет. Есть... Только в таком цвете? Насколько я помню, есть и другие оттенки у этого грунта. Опять же, любой из грунтов можем подколеровать в цвет, который вам нужен, светлее сделать, темнее. То есть, это не проблема. Хоть до того, что черный там, белый уже вряд ли получится на этом объеме. Ну, а темнее, это стопроцентно, стопроцентно. Вот у меня, допустим, машина, предыдущая, которую я сдал, красил, ну, полностью машину. У меня была фирма, материалы, получается, фирмы Барпима, это Испания, да? Испания, да. Был лак, растворитель и грунт. Грунт наполняющий. Но, эпоксидный грунт, я, ну, остатки свои закончил, да, грубо говоря. Это ничего не будет влиять, допустим, в дальнейшем. Ну, просто ради интереса. Вопрос такой. На что будет или не будет влиять? Что на что? На какие-то реакции, я не знаю, в целом. Ну, вы видите, был другой грунт, и мы тут же начали работать. Эпоксидный я прикрыл с другой фирмы. И сверху... А сверху уже пошел фирмы Барпима. То бишь, вот такой грунт наполняющий, вот. Вот такой вот. Есть видео раньше, мы снимали. Или это в целом, оно не влияет на это? По большому счету, химия, фактически, у многих производителей одинакова. Смолы они могут вообще покупать у одного и того же производителя. Разные фирмы производители своих грунтов и лаков. Поэтому здесь, ну, мы с вами знаем, перед тем, как что-то... Это химия. Ну да, да, да. Перед тем, как что-то начать делать для зарабатывания денег, лучше взять небольшую какую-то емкость и проверить на совместимость. Не будет ли густоты, не будет ли тянуться, не свернется ли сразу. Лучше, условно говоря, там 10 грамм потратить и понять, что оно или не оно. Если оно, пожалуйста, работайте. Вопросов не будет. Ребята, хочу еще поделиться с вами опытом, так как работал грунтами Барпиму. Очень, очень мне понравилось, очень зашло и маляра, которых я знаю, давно уже пользуются. И вот также я заказал эпоксидный грунт и дальнейшая машина, которая у меня идет на полную покраску, уже будет полностью материал Испания Барпима. Я думаю, тут уже будет намного качества, да, в целом. Да, да. Если одной линейкой все делать, и растворители, и тот же жлак, и даже тот же самый эпоксидный грунт. Один пирог, и все совместимо, все проверено. Материалы очень мне зашли, очень хорошо работать с ними. Не воняет, это что. И, кстати, много маляров еще, и раньше это была проблема, когда мухи вот эти все, мошкара, да, летит на растворитель. 647-й там, неважно какой, да, там МТЕ-шний и так далее. Здесь такого нет, я не заметил. Во-первых, запаха такого нет, они не летят на этот растворитель. Это очень приятно, кстати. Добренько, спасибо за информацию. И вам спасибо. Да, если какие-то вопросы, ниже в комментариях описывайте, пишите, спрашивайте. Будем по мере возможности отвечать. Спасибо. Всем до свидания.